Здравствуйте, друзья! Сегодня приехал на застройку на улице Советский, дом 8. По просьбе одного из наших зрителей хочу показать, что начнут перекрытия. Давайте пройдем, посмотрим. Я только что поднялся на второй этаж по этой служебной страшной лестнице. Сейчас буду подниматься по этой еще более страшной лестнице на чердак. Так, я забрался на крышу. Давайте посмотрим, из чего она сделана. Как видим, есть стропильные балки, или как они правильно называются, даже не знаю. Поправьте меня, кто специалист. 200 на 50 я вижу. Это конек крыши из них организован. Потом идет пароветроизоляция. Изовером идет утепление. Изовер, я знаю, толщиной один слой 10 сантиметров. Здесь идет два слоя. Вон вдалеке это видно, как будет уложено все. Ну, в принципе, вот как-то так. Это конек крыши дома 130 серии. На других домах я видел, что после изовера еще идет пленочка. Вот, либо вот такая же, либо вот такая. Ну, честно сказать, я не очень в этом разбираюсь. Поэтому, как бы, просто смотрите все своими глазами, как оно устроено. Вот, сейчас мы приехали на дом 65 серии. Многие спрашивают, как там организовать на чердаке жилое помещение. Сейчас я вам все наглядно покажу. Так, все, забрался я на чердачное помещение. Смотрите, что тут есть. На потолке у нас утеплитель. Это тут изовер лежит. 20 сантиметров слой. Он по 10 сантиметров. Тут в два слоя уложено. Он такой вот мягенький. Сейчас попробую показать. Если будете делать самостоятельно второй этаж, нужно будет сделать тут напольное покрытие по балкам, чтобы сделать пол деревянный. Конек утеплить вот по этим стропилам. Они 200 на 50. Тоже изовером, например, тоже 20. И все это потом зашить гипсокартоном получится, в принципе, очень хорошо. С другой стороны, смотрите, то же самое. Пластиковые окошки уже стоят. Вывод под коммуникации есть уже наверх. То есть, это воздуховод. И там же зашит еще канализация. То есть, если, допустим, делать унитаз, уже ничего на первом этаже ломать не придется. Надеюсь, я ответил на все ваши вопросы. Если будут какие-то дополнительные комментарии, спрашивайте. Попробуем все рассказать наглядно. Про лестницу. Про лестницу. Лестницу тут можно сделать, расширив проем. Потолок деревянный. То есть, проем расширяется легко, аккуратно. Лестница получается как родная. Такую же ставим, как в доме 110-105 серии. И очень все с перильчиками смотрится добротно. То есть, можно сделать как одно большое помещение, так и разделить это на комнаты с коридорчиком и с санузлом. Кому как нравится. Ну, на этом, я думаю, обзор чердачного помещения закончим. КОНЕЦ